Добрый день. Меня зовут Григорий. Я занимаюсь антифродом и ботами. Может быть здесь есть тоже те, кто занимается антифродом. Тогда я расскажу, как должен работать настоящий антифрод. Может быть есть те, кто пишет ботов. Ну смелее, вы же мне даете работу. Ну ладно. Итак, сначала я расскажу, как именно работают боты и откуда именно они берут IP-адреса. Далее будет самая емкая часть моего доклада. Я расскажу о уникальных характеристиках ботов и о том, как именно их фильтровать. Далее я приведу пример выявления мошенничества в социальной инженерии. И закончу свой доклад нашим решением от Killbot Group, который не только выявит бота, но и скажет, какой именно софт его генерирует. Зачастую я слышу, что вычислить ботов по IP сложно. Их тысячи. И меня это обижает. Меня это обижает, потому что ботов недооценивают. IP-адресов ботов сотни тысяч и миллионы. Заплатите 100 тысяч рублей в месяц, и вы получите более 100 тысяч уникальных IP-адресов в сутки. Ботов по IP вычислить невозможно. Откуда же берутся уникальные IP-адреса? Первое – это вредоносные программы с функцией проксирования. Это ботнет по типу Glabteva. И второе – это мобильные фермы. Вы покупаете ферму, покупаете модемы, покупаете сим-карты, подключаете все это к серверу, и у вас дома собственный портативный прокси-сервис с постоянно обновляющимися мобильными IP. Понятно, что такие IP-адреса забанить невозможно. Как же работают боты? Чтобы было понятно, боты – это не маленькие разнообразные программы, которые бегают по интернету. Боты – это один софт, который генерирует сотни тысяч, очень много пользователей. Каждый из этих пользователей с своим IP-адресом, уникальными браузерными параметрами, и все они делают некую схожую работу. Примеры такого софта – это парсер, парсинг сайтов любой сложности. Можно сделать что угодно – зарегистрироваться, разгадать капчу, оплатить. Сайт-буки, например, можно слить полностью. Браузер Animation Studio – это фреймворк, который эмулирует множество пользователей, эмулирует их поведение. На этом фреймворке принято писать софт для скликновения рекламы. Сюда же можно добавить сфера браузера. Это браузер, который ходит через сеть Tor. Каждая вкладка этого браузера – это уникальные пользователи с своими уникальными параметрами. Также можно написать саму на любой технологии Node.js, Phantom.js, на чем угодно. Так что же взять за основу выявления ботов? Мы уже знаем, что боты – это не разнообразные программки. Это один софт, который генерирует множество пользователей. Значит, у всех этих пользователей есть что-то общее. Как минимум, это создатель, и как минимум, это их поведение и цели. Значит, у них есть некие общие характеристики. И наша цель – выявить характеристику общую для всех ботов, и мы будем фильтровать их именно по этой характеристике. Допустим, мы выявили характеристику, а что дальше? Как дальше работать с характеристикой? Предположим, что в реальной жизни для реальных пользователей эта характеристика актуальна для 5% пользователей. Поэтому, если объем трафика с характеристикой превышает заданное значение, то мы запускаем фильтр игнорирование подозрительных показов. В этом режиме, как минимум, заход должен исключиться из расчета рейтинга, расчета рекомендаций, не должна списываться цена за клик. Также можно потребовать дополнительную верификацию. Это я просто передал идею. Итак, общие характеристики ботов, которые можно использовать. Первое. Это, допустим, боты ходят через тор-сеть. Значит, все IP-адреса ботов это тор-экзит. Отличная характеристика. Сюда же можно добавить одинаковые IP-диапазоны, серверные IP-адреса. Далее, недоработки бот-программ. Все мы пишем баги, я их тоже пишу. Никак не могу от этого отделаться. Зачастую забываю, что IP-адрес должен соответствовать языку браузера, должен соответствовать временной зоне. Сюда же можно добавить одинаковые разрешения экрана, одинаковое расположение окна браузера, одинаковые видеокарты. В общем, очень много чего создатель программы может упустить. Далее, отсутствие браузерных расширений. Боты, как правило, браузерные расширения не используют. использование единого кэша. Как уже было сказано, боты работают на одном сервере и для оптимизации своей работы они могут использовать один кэш. Далее я расскажу общие характеристики, которые характерны для, о которых знают только крупные агрегаторы, которые знают о пользователях все. Первое, это нет истории навигации по интернету. Если у меня на сайте 100 пользователей, и все эти пользователи без истории, то всех их под фильтр игнорирования подозрительных показов. Далее, нет связки телефона и компьютера, нет связки пользователей, его почтового ящика. У всех у нас есть почта и крупные агрегаторы это знают. Далее, время создания ботов. Понятно, что боты работают, пока работает софт, который запущен на сервере. Поэтому время их создания от нуля минут до нескольких недель, как правило. Поэтому всех новых пользователей также под этот фильтр. И очень-очень-очень важная поведенческая характеристика. Боты посещают одни и те же сайты. У них общее поведение. Допустим, я хочу выиграть конкурентную борьбу, и мои боты скачивают цены сайтов конкурентов. То есть, допустим, у меня четыре сайта, и все мои боты посещают именно эти четыре сайта, и больше никакие. То есть, если я в статистике вижу пользователей, которые посещают одни и те же сайты, так же всех их под фильтр. Сделаем шаг в сторону социальной инженерии. Мошенники ведут себя в точности, как боты. У них единая цель, у них единый создатель, и у них общее поведение. Сейчас я приведу пример выявления мошенничества в социальной инженерии. Допустим, пользователь слил логин и пароль своего мобильного банковского приложения посредством фишинга. Ему звонит мошенник и получает от него смс-код для проведения транзакции. Какие одинаковые характеристики здесь можно выявить? Первое – это звонок из колл-центра. Второе – это новый слепок устройства, с которого осуществляется транзакция. Третье – это новое местоположение. И один из способов проверки местоположения – это Wi-Fi окружение. Каждый из нас имеет свое уникальное Wi-Fi окружение. И последняя характеристика – это перевод на неизвестный счет. То есть, если эти четыре характеристики случились, то мы помещаем транзакцию в песочницу и ждем, пока пользователь нам перезвонит. Перезвонить ему сейчас бесполезно, потому что он сейчас спасает вселенную. Эти характеристики можно добавить еще более мощными. Вернемся к парням, которые пишут ботов. И эти парни предусмотрят все. Они предусмотрят разнообразное IP, они будут использовать разнообразные браузерные параметры, они обеспечат уникальное поведение. И не будет ни одной характеристики, за которую можно сцепиться. Да, но есть одна характеристика, которую они не смогут предусмотреть. То есть, в этом случае боты могут стать экономически невыгодными. Может, скажет кто-нибудь? Боты никогда не платят. Если у меня 100 тысяч ботов, прокатить 10 тысяч из них на такси будет стоить совсем недешево. Вот, ну ладно, допустим, нет ни одной характеристики, которая может. Что делать? Если характеристики нет, то нам на помощь приходит математика, и мы эти характеристики сгенерируем. И это и есть наше решение от Killbot Group. 7 уникальных характеристик, которые однозначно идентифицируют софт, который генерирует ботов. Эти 7 характеристик мы называем слепком браузера. Например, привожу пример. Я выхожу в интернет посредством браузера Firefox. Мой партнер из Китая также выходит в интернет посредством браузера Firefox. У нас с ним одинаковые слепки, потому что мы используем с ним один и тот же софт Firefox. Программа Apparser генерирует сотни тысяч пользователей. У каждого из этих пользователей будет один и тот же слепок, потому что их породила одна программа Apparser. Если кто-нибудь из нас напишет своего бота, то у него также будет свой слепок. Как это использовать для выявления мошенничества? Допустим, аккаунт пользователя взломали, вывели из средства, скликали рекламу. У нас есть слепок. По слепку мы определяем софт, с которого осуществилось мошенничество. Идем ко второму этого софта и берем список активных лицензий на этот момент. Далее мы анализируем переписки. Доступ ко всему этому есть. И, соответственно, остается один-два человека, к которому нужно прийти и проверить настройки. Далее, как блокировать ботов? Допустим, сайт начал посещать некий вредоносный бот, который доставляет неудобства. Мы берем слепок этого бота и всем визитом с этим слепком подменяем контент или помещаем в песочницу. Можно и блокировать, но я не сторонник такого решения. Такой подход позволяет осуществить полный контроль на пользователями. У нас будет кластер слепков, в которых только пользователи, не больше кого. У нас есть кластер слепков, в котором только боты. И у нас есть кластер слепков, где в основном боты, но может появиться и настоящий пользователь. Каждый из этих кластеров нужно обрабатывать по-разному. Например, пользователям не нужно показывать капчу. Ботам можно подменять контент, помещать в песочницу. А там, где боты и пользователи, там два варианта. Можно попросить зайти через нормальный браузер, а не через ананимайзер или непонятно, через что он заходит. Или же можно потребовать дополнительную верификацию. И, внимание, цель моего доклада – это поиск партнеров. Нам нужны партнеры, с которыми мы сможем создать классную, лучшую в мире автоматизированную защиту от всех автоматических и социальных угроз. Партнеров, с которыми мы сможем быть востребованы еще много лет. Поэтому, если вы продаете софт, то вы можете усилить свое коммерческое предложение нашими алгоритмами. Если вы разрабатываете софт, то вы можете интегрироваться с нами по API. Если вы владелец сайта, то вы получите полный контроль над трафиком вашего сайта. Если нужен какой-то специализированный антифрод, то мы его создадим. На слайде мои контакты. Кому интересно, можете написать, сфотографировать. У меня самолет завтра ночью, поэтому есть время пообщаться вживую. Спасибо большое. Спасибо. Вопросы? Можно я тогда спрошу? Вы сказали, что вы не сторонник блокировать. Да, конечно. Если вы заблокируете бота, значит, мне, как создателю, вы скажете, что вы меня спалили. Это очень хороший инструмент для отладки программы. Понятно. Спасибо. 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 Спасибо.